Всем привет, друзья, и я продолжаю разбирать серию игр Far Cry на грехи. К первой и второй части мне приступать как-то впадлу, потому что они не кажутся мне такими интересными, а другие части серии я уже разбирал, можете на канале найти. Так вот, из относительно современных частей Far Cry, на которые я не делал греха обзор, остался только Far Cry Primal, и если честно, я относился к игре довольно скептически. Не казалось она мне чем-то привлекательным, не говоря уже о сюжете, который безусловно оригинален, по части сеттинга, но реализация получилась довольно хромой. Если вкратце, основные события происходят в первобытном мире, 10 тысяч лет до нашей эры. Начинается все с того, что главный герой, протагонист по имени Токар, идет на охоту со своим племенем, но Диего считает, что это он вышел на охоту, поэтому после эффектной схватки Токар остается один, без всех и без всего. Далее ему придется выживать в суровом мире, ища домик и возглавляя новое племя. Конечно, не обходятся и без стандартных для серии Far Cry наркотических приходов главного героя, и также от бесчисленного множества захвата аванпостов и вышек, что является в некотором роде двигателем сюжета. Ведь весь сюжет крутится вокруг противостояния племен, где, как и бывает во всех Far Cry побеждает добро, а именно, главный герой Токар и его племя, которое с каждой победой будет только улучшаться. В любом случае, поскольку события происходят далеко не в современном мире, выбор вооружения здесь крайне скудный. А вот где выбор поистине безграничен, так это в красаут. Здесь вы можете делать со своей машиной смерти вообще все, что придет в голову. Я сейчас говорю не только про вооружение, а еще и про форму транспорта, способ передвижения и... Короче, вообще все. Вот смотрите, можно собрать легкий и маневренный, но слабозащищенный реактивный пикап с невидимостью, или неповоротливый, но неубиваемый танк с дополнительным боеприпасом, или вообще можно подурачиться и собрать что-то даже небоеспособное. Все возможности у вас в голове, нужно лишь представить и воссоздать. Благо, арсенал позволяет. Есть как орудия дальнего боя в виде лазерных пушек, миниганов или артиллерии, так и ближнего, огнеметы, копья со взрывчаткой, гарпуны и комбайны с пилами. В общем, выбирайте свой стиль боя и уничтожайте других игроков в эпичных и смертельных битвах. Либо же можно собраться с командой и разобрать на запчасти огромного босса. Создавайте кланы и участвуйте в турнирах. За победы вы будете получать уникальные детали для улучшения старой машины или создания новой. Качайте красаут бесплатно по ссылке в описании и получайте крутые бонусы. Во время заставки мы слышим характерные звуки под определенный год. На пяти тысячах лет до нашей эры мы слышим звук ковки по металлу, но металлический век начался вообще-то гораздо позже, аж в первом тысячелетии до нашей эры. Как нам показали, действия игры происходят в Урусе, местности, которая находится в Центральной Европе. И с этим есть несколько ляпов по части животных. Ведь животные, которых я сейчас перечислю, никогда не покидали Южную Америку. То есть, в Урусе не должно быть тапиров, ягуаров и саблезубых тигров. Также не должно быть крокодилов, так как они обитают гораздо южнее. И не должно быть яков, так как они обитают юго-восточнее. По части животных это еще не все. В игре саблезубые тигры всегда обитают поодиночке. Хотя в реальности они жили стаями, напоминающие прайды львов. В игре же стаями показаны только волки. Что касаемо ягуаров, то в игре они не умеют плавать. Но на самом деле, ягуары являются одними из немногих видов кошек, которые любят воду и умеют плавать очень даже хорошо. Мамонты, конечно, обитали в Центральной Европе, но они никогда не жили в лесах. Здесь же мамонтов частенько можно заметить вблизи густых лесов. В игре еще имеется такой вид животного, как пещерный медведь. Но эти медведи вымерли еще 15 тысяч лет до нашей эры. А события игры происходят 10 тысяч лет до нашей эры. Вообще, в целом, мне обидно, что в игре было показано очень мало уникальных зверей. Разве что саблезубый тигр и огромная сова. Вот это интересно. Ну а так, больше уникальщины нет. Мамонты это по геймплею те же слоны из четвертой части. Имеются и стандартные медведи, крокодилы, волки и так далее. Хотя в то время, судя по многим статьям, были разные непонятные млекопитающие. Некоторые птицы были не самых обычных размеров. А тут только обычные вороны. Но гигантскую сову считать не стоит, так как она всего одна из-за нас. Короче, имея кучу возможностей создать уникальную живность, разработчики просто накидали рискинов из прошлых частей. Могли бы даже банальную дикую лошадь ввести, которая органично вписалась бы по части проживания. Ведь исходя из грехов выше, наличие некоторых животных в Урусе просто невозможно. Но зачем создавать новую модельку, если можно просто перерисовать старую, верно? Непорядок, нет, непорядок, ни в коем случае. Кстати, о перерисовке. Сама карта Урус это наглое копирование больших частей карты из того же 4-го Фаркрая. И аргументация, мол, действия игры происходят там же, здесь не сработает. Материки в этих играх вообще разные. Короче, задумка игры про каменный век может быть и получилась бы интересной. Но если бы разрабы не занимались самокопированием. И это я еще про геймплей не говорил. Просто дали лук, дубинку и копье. Все, развлекайтесь, ребятки. Причем заметьте уровень лени. В игре, которая практически полностью ориентирована на ближний бой, разрабы не додумались ввести даже банальный блок. О чем тут тогда вообще можно говорить? А я вам скажу о чем. Смотрите, как я умею. Сначала я влепил грех за то, что все перерисовали и не сделали нового. Но теперь я сниму грех за то, что перерисовали так красивенько. Ну как вам степень низкосортности моего мозга, ммм? Не, ну правда, по моему скромному мнению, Far Cry Primal это самая красивая часть Фаркрая. Больно уж завораживающие здесь виды. Но игра все равно является копиркой за фулл прайс, как тот же Far Cry New Dawn. Так что еще сверху грех я накину. Язык в игре это полностью вымышленный язык. И к этому у меня есть несколько претензий. Во-первых, грех стоит влепить за субтитры. Они ведь главный способ повествования здесь. И ужасность субтитров заключается в том, что разрабы хотели добавить долю доисторичности. Поэтому все фразы были заменены на более тупые. Типа вместо «дай мне воды» будет написано «ты дать мне вода» или что-то подобное. Замысел понятен, но читать и вникать порой было просто невозможно из-за этих дурацких формулировок. Вы и так уже ввели несуществующий язык. Зачем еще и переводить его криво? Тут либо одно, либо другое. Либо можно было бы сделать дубляж, но с первобытной формулировкой. Чтобы не терять в атмосфере. Вообще на тему несуществующего языка. Из-за него нам всю игру придется читать субтитры, а не смотреть на происходящее. Из-за чего ощущения нехило так притупляются. Но окей, допустим сделать тот же английский будет хуже, так как потеряется атмосфера. Но почему тогда, если разрабы понимали, что во время всех катсцен мы будем смотреть на субтитры, не сделали их сверху, как в том же Титанфоле 2? Ну или хотя бы не дали возможность поставить их сверху, увеличить их размер и вообще полностью кастомизировать вид субтитров? Это ведь, блин, главный способ повествования в игре. Подобное не должно было быть сделано на пофиг, как по стандарту. К подобному должно было уделиться отдельное внимание. Лица и формы черепа у людей довольно современные. Единственные, кто более подходит под внешность людей каменного века, это племя Удам. Вы взгляните на разницу, сразу понятно, где пещерный человек, а где современный. Господи, у Сайлы даже подмышки и ноги бритые. О какой атмосфере может идти речь, если все персонажи тут выглядят как косплейщики 21 века? Вот герой Last of Us 2 больше подходит на роль пещерных людей. Ох уж этот долбанный бодипозитив. Какие ролики? Мы жирные, б***ь, какие ролики? Всю игру главный герой будет кушать сырое мясо диких животных. Конечно, в каменном веке, может быть, люди и были более закаленные, но паразиты в сыром мясе все равно и так и так имеются. Так что такару должно быть очень и очень хреново. И все это удивляет на самом деле, ведь люди уже умеют строить хижины, вооружение и даже общаться, но почему-то не жарят мясо на огне. Мы захватили первый костер, и его начинает облетать наша личная гигантская сова. Но мы ее еще не приручили, так что быть ее пока не должно. Кстати, когда мы все-таки приручим гигантскую сову, она будет уметь сбрасывать на врагов ядовитые и огненные бомбы. Сова-бомбардировщик в первобытном мире. Это, конечно, да, ребятки. Если смешать кровь, грязь и еще какую-то лабуду, получится галлюциногенное зелье видения. Окей? Я понял. Я понимаю, такар является избранным хозяином зверей, но как он способен видеть глазами совы, когда призывает ее, я знать не знаю. Или это какая-то волшебная ментальная связь. Так если Ул самый крутой и сильный из племеней Удам, почему он прямо сейчас со своими соплеменниками не нападет на еще крошечную деревню Винджа? Кстати, еще хотел сказать на тему Уруса. Сама карта по части ландшафта не очень-то и реалистична. Понимаете, здесь слишком разная погода для такой небольшой местности. Не может быть в одном месте очень тепло, а буквально через километр-два, практически на той же самой высоте, уже адский холод со снегом. Шаман снова смешивает кровь, грязь и какую-то фигню, а далее получает не просто галлюциногенное зелье, а зелье, позволяющее видеть настоящее и правдивое видение, по которому мы далее можем следовать. Я понимаю первобытный мир, но события-то на планете Земля происходят. Здесь вроде как не существует магии. Могу ошибаться. Крюк-кошка в первобытном мире? Не смешите меня. Средний возраст умерших эпохи 10 тысяч лет назад составлял от 23 до 32 лет. Так что непонятно, как дедок смог дожить до своего возраста, так еще и с одной рукой. Дедок является нашим оружейником и будет делать нам оружие. Но он просит нас построить ему домик, так как с одной рукой ему это делать будет проблематично. А как он оружие нам будет с одной рукой мастерить-то? Дедок, конечно, закаленный, но после прямого удара острием крюка по тому самому месту, ранение должно быть не слабое. Это что за звук удара такой? Разрабы голову с кокосом перепутали? Вы не могли поймать медведя два дня? А не легче было пару-тройку козлов поймать, если вы такие лохи? Клетка, конечно, классная, но я что-то не вижу здесь никаких замков. Мы приводим в лагерь Винджа одного человека из племени Удом и вынуждаем его работать на нас. После чего слева высвечивается надпись «Новый мастер Винджа». Но так он же из племени Удом. Тот же прикол будет и с Рушани, который из племени Изила, но подписан будет как мастер Винджа. А зачем было давать ему обезболивающее, а потом сворачивать шею? Сразу нельзя было? Я бы задался вопросом, почему этот человек после такого падения не сломал себе ноги. Но я скорее удивлюсь тому, что после подобного удара дубинкой, у Такара все мозги наружу не вывалились. Причем два раза подряд. Вместо того, чтобы сразу убить, злодей заводит монолог. Это стандартное клише. Но тут скорее прикол не в этом. Злодейка в надежде, что Такар сгорит заживо, бросает его в яму, где есть большой выход из этой ямы, причем еще и заполненный водой. Подобное вообще никого не волнует, да? Причем далее по сюжету Такара вновь бросит в якобы безвыходное место, из которого выход будет самый очевидный. А вообще прикольно. Любой сценарный ляпу можно оправдать тем, что люди каменного века еще не изобрели и логику. Удобно, конечно, но учитывая то, что все персонажи здесь рационально мыслящие и уже не походят на тупых животных, то аргумент про то, что в каменном веке все настолько тупые, я не приму. Уж извините. Такой вот я мудак. Принести желтый лист с севера, я, конечно, не ручаюсь утверждать на 100%, но, насколько я знаю, растений, имеющих желтые листья, существует далеко не один вид и далеко не с одними и теми же свойствами. Я, конечно, понимаю, в этой игре зеленые листы являются целебными, но, чтобы моментально ослабить эффект от многочисленных глубоких порезов, это что-то из ряда фантастики. Переоценивайте вы, ребят, возможности подорожника. Великая и могучая сила готовых катсцен. Со мной был мой верный саблезубый тигр, он бы помог справиться от засады, но в сценарий катсцены саблезубый тигр не входил, поэтому он просто исчез. Ул грохнул какого-то заключенного, но далее в клетке его не будет. Что ж катсцены так любят испарять то, что было секунду назад у нас перед глазами? Вообще клетка это такая себе, из нее легко можно выбраться и так, не применяя акробатических способностей. У нас забрали вообще все оружие, но ножик почему-то оставили. Ножик? Х**, блин! Мы находимся на земле Удом, чтобы сюда попасть, нужно преодолеть пещеру с ядом, защиту от которого мы еще крафтить не умеем. Поэтому непонятно, как Токар, будучи на земле Удом, смог вернуться обратно в лагерь Винджа. Ответа нет, поэтому разработчики сделали склеечку с черным экраном. Стандартный способ, чтобы не объяснять что-либо. Урки, конечно, является комедийным персонажем, поэтому его и сделали толстым. Но толстые люди в первобытном мире это бред собачий. В мире, где ты должен постоянно выживать, постоянно двигаться и добывать себе еду, которой даже с охотой будет не доставать, жирных людей просто быть не может. Урки хочет научиться летать, поэтому мы убиваем для него две птицы, черепаху и рыбу, а далее отдаем ему два пера. Вы вообще видите связь между всеми этими действиями? Например, нафига мы убивали черепаху и рыбу? Урки прыгает в сток сена с огромной высоты и выживает. Если же прыгнем мы, то для нас это кончится летальным исходом. А еще падение в воду с такой высоты тоже должно быть летальным, но не будет. Мне очень интересно, как через такое маленькое отверстие токар может что-то видеть. Особенно учитывая то, что это отверстие находится вообще не на уровне глаз, а скорее на уровне носа. Так что должно было это выглядеть примерно вот так. Погодите-ка, от ядовитых паров можно защититься, скушав мясо с желтыми листиками? Схватки с боссами в этой игре выглядят довольно странновато. Что один, что вторая практически ничем не защищены. Лицо по крайней мере. Но им в носяру надо выстрелить по меньшей мере около сотни стрел. Это прям, ну, много и странно. Окей, Урки тупой и не замечает копья в своем теле. Но что меня удивляет больше, это то, что глубоко вошедшее копье, которое наверняка пронзило почку и не только, мы спокойно вытаскиваем, а далее рану не обрабатываем, и Урки после такого не умирает. Да что уж там он и после подобного жив останется. Что это, блин, за читерский персонаж? Все племя Изила считает, что Карати, прежний владелец маски, возродился и идет карать народ. Это было бы интересно, если бы ранее куча людей из этого племени не видели, как один из Винджа в точно такой же одежде спер у них эту самую маску. Десять тысяч лет до нашей эры. Каменный век. Атакар со своим племенем начали набухиваться во время праздника и просыпаться не пойми где еще до того, как это стало мейнстримом. Что же, а теперь самый огромный грех всего сюжета. Это то, что для получения финала вы должны не только выполнить все основные миссии, а еще и улучшить все ваши здания, что требует просто тонны времени на тупое лутание. Конечно, может быть, финал и запустился бы, если бы у меня не случился какой-то баг. Я выполнил все основные миссии. Но миссию с урки и медведем я не играл. Ее просто нет. Может, поэтому у меня не запустилась финалка. Хотя, с другой стороны, помимо бага, все остальные хижины и так и так нужно улучшать до максимума, чтобы продолжить историю некоторых персонажей и получить заветные титры. Иначе говоря, нужно заниматься тупой формилкой и лутанием полигры ради титров, а не выполнять какие-то сюжетные задания. Ну и бред, кто таким вообще заниматься будет? Я даже в финале не сразу понял прикола и пошел смотреть прохождение на ютубе и увидел, что большинство летсплейщиков не получили заветные титры, потому что никто не хочет ради них тупо лутаться полигры. Терпеть не могу подобное растягивание сюжета. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...